Как политолог я вполне ожидал тех результатов выборов, которые состоялись. И первое место в первом туре у Георгия Маргар-Алшили, это достаточно логичный результат. Это большая поддержка и грузинской мечты, и действующего пока еще премьер-министра Бензина Иванишвили, его политики. Это выражение надежд грузинского народа на то, что и дальше грузинская мечта пойдет по этому пути и сможет реализовать свои проекты. Значит, ну, ко всему прочему, я скажу честно, я очень рад победе Георгия Маргар-Алшили, и потому что он представляет вот эту вот новую политическую партию, новую политическую линию, с которой мы связываем надежды на улучшение российско-грузинских отношений. Я радуюсь еще и по такому маленькому поводу, что это философ. Философу нужно больше власти. Мне кажется, это позволит в более объемной, так более серьезной системе, может быть, вести политику. Мы, конечно, сейчас ждем улучшения отношений, и наша задача выработать программу улучшения таких отношений. Я, кстати, надеюсь, что различные общественные организации, в том числе ГРОС, вот общество российской и грузинской грузбы, тоже смогут нести свой вклад в формирование такой повестки. Сейчас нам нужно больше встречаться и формулировать ту повестку решения вопросов, которых мы уже можем достаточно быстро и бесконфликтно идти вперед. Мне кажется, что мы должны, знаете, исходить из принципа того, что конфликтные вопросы должны быть отодвинуты на временную сторону, а должны быть, возможно, быстрее решаться те вопросы, которых у нас есть единство и согласие. И, конечно, мы должны ставить перед политиками наших стран во весь рост вопрос о необходимости возобновления нормальных дипломатических отношений. Это не дело, когда между странами, соседями, которым так много связывают человеческих отношений между людьми, нет нормальных дипломатических отношений. Нужно находить нормальный выход и это все делать. Что дальше будет? Мы предполагаем, что будет формирована новая власть, новая политика. Мне кажется, как политолог, я вижу, что все-таки в Грузии зреет большая мировая сенсация, по сравнению с которой сенсации Асанджа и Сноудена могут оказаться на втором уже месте. И белийская сенсация может выйти на первое. Что я имею в виду? Сейчас будет расследование обстоятельств гибели зуробоживания. С большой вероятностью может быть признано, что предыдущее следствие было фальсифицировано, и зуробоживание не погиб от газа, а был убит. Если это выяснится, то выяснится, что будет спальсифицировано и следствие федерального билого расследования США, которое также якобы вело это расследование. Федеральная его работа тогда курировал вице-президент США Дик Чейни. И может случиться так, что в результате будет признано, что зуробоживание не умер случайно, а был убит, а некая международная группировка прикрывала его убийство. И может выяснится так, что Дик Чейни тогдашний вице-президент США может быть привлечен к ответственности к уголовной за участие в убийстве премьер-министра дружеского государства зуробоживания. Представляете себе масштаб этой сенсации? Кроме того, я надеюсь, что будет проведено расследование, каким образом был отдан приказ о начале войны в 2008 году. И я думаю, что там тоже могут быть результаты, что Михаил Саакашвили не вполне самостоятельно принял это решение, а принял под давлением. И принял под давлением тех же самых людей, конкретно Кандали-Зырай, среди Чейни. Мы надеемся, что наших друзей хватит политической воли, хватит силы избежать какого-либо давления и привести расследование в строгом соответствии с требованиями закона. Мы надеемся, что все люди, которые совершали преступление, будут наказаны в строгом соответствии с законом.